Эта зима для фермеров стала настоящим испытанием. Закупочные цены упали до 15 рублей. И по версии антимонопольной службы виноваты в этом 10 региональных трейдеров. Сегодня в Уфас очередное слушание, но ответчики потребовали привлечь к делу молокозаводы и торговые сети. Поскольку вызывает вопросы тот факт, что цены на сырое молоко снижаются в зимний период, однако почему-то цены в магазинах не снижаются, а наоборот повышаются. Торговые сети также сейчас в настоящее время продолжают исследоваться на предмет отдельного нарушения антимонопольного законодательства. В отношении молокозаводов у Уфас тоже есть подозрения. Возбуждено 5 дел. Но как мы можем сделать высокую цену, если заводы снизили цену? То есть как мы можем продавать молоко по цене больше, чем у нас завод купит? Но вот управление настаивает. Между трейдерами все же был картельный сговор. В некоторых случаях молоко закупалось по 18,5 рублей. В это же время переработчики покупали его минимум за 21 рубль. Учитывая, что был зимний период, то есть традиционно надой снижается, а тем не менее спрос остается повышенным, однако цена была экономически установлена необоснованная и как раз таки наличится или признаки совместного соглашения. Трейдеры напоминают историю о завозе сухого молока в республику. Кроме того, по их версии, этой зимой производители снизили объемы закупок сырого молока. Признавать себя виновниками в крушении цен трейдеры не намерены. Предоставленные документы и возражения еще предстоит изучить управлению. Антимонопольная служба взяла тайм-аут. Так был ли сговор между трейдерами? Узнаем 10 мая. Альбина Винебаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Альбина Винебаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Альбина Винебаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Альбина Винебаева, Данил Филатов, ТНВ.